и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и это очередное дебилёхонькое видео о том как я страдаю фигней в преддверии нового сезона по арку и соответственно новые превьюшки я говорю как то то что может запишу типа видос о том как и создаю превьюшки и я думаю почему бы нет начнем сезон именно так с маленького спойлера до видос выходит воскресенье в понедельник как я и говорил уже начнется новый сезон раз два три серии отснято сейчас пойду снимать 4 но сначала сниму этот маленький видосик если вам интересно то начнем с того что во первых я ничего не делаю в пейнтер фотошопе фотошоп это говно которое я ничего не разбираюсь на вот по простому говоря я прям конкретно в нем не разбираюсь хочу в нем разбираться лучше запустим а вот и хочу в нем разбираться и столько много инструментов мне они не нужны я работаю в обычном пейнтнете до обычный стандартный пейнтнет прикиньте без лишних заморочек кстати у меня там дополнительно окна на втором экране на левом мониторе так что не обращать внимание дополнительные окна типа слой у меня там журнал вот он здесь это и палитра вот и все у меня здесь чтобы они мне не мешались а и там или короче за кадром мы были а вот как говорится есть и есть час их немножечко расстроен план весны только оставил я здесь инструмент но их тоже могу вывести за экран но они меня никак не мешают а даже наоборот что же происходит обычно для начала допустим взять вот это вот эта картинка заготовка для превьюшки по панзару как видите пламя сделано под название серии и сам кругляшок что здесь музычка как-то по корям запускается сам кругляшок игры вот собственно это три разных слоя как видите где вот квадратики это там бесцветка идет то есть соответственно если я добавляю новый слой закрашиваю его допустим просто черным цветом и перемещая слой ниже то соответственно вот он у меня и получается то есть картинка на заднем фоне идет так закрываем не сохраняем что же на будет у меня в новом сезоне ну во первых я нашел одну подготовку подготовку прикольную а именно те подложка заготовку на вот такую заготовку я нашел как видите здесь драконы есть прикольная такая рамка но как видите на очень маленькая 544 на 416 очень маленькая и это конечно же нам не подходит изменяем размер провод нам я вам 1280 на 720 и выгоняем допустим в один угол открыть я опять-таки повторюсь я делаю все в пентнете без лишних заморочек так вот это вот давай уберем вообще все и что же я хочу сделать да если вам это не интересно можете закрыть видео лайк дизлайк без разницы комментарии все говно вообще без заморочек ты снимаю для тех кому реально это будет интересно и так далее то есть да вы можете там скачать в интернете заготовки еще в таком духе это не для меня эти все заготовки они ни к чему для меня потому что они не подходят так как для каждого сезона я делаю свои заготовочки как видите сейчас я отделяю основных драконов от общей рамки чтобы они у меня не сливались я взял инструмент обычный ластик вот и вот так ручками ручками да у меня она и на некоторых полина косячил на некоторые прививки у меня уходит по полчаса у меня на некоторые уходит по час а не думайте что это все так быстро легко я даже к превьюшкам отношусь пожалуй иногда более ответственно нежели к самому видосу вот опять накосячил боли надо просто с периодичностью отжимать клавишу что если на косичь что я хочу будет все соответственно берем сейчас это все ой блинский сильнее выделение надо вас и ёптель-моптель так учет перебором если что вот это процесс это чувствительность до прочитать вы сами можете но это чувствительность выделения чтобы понять все ли я сделал я добавляю дополнительный слой закрашиваю чаще всего черный цвет они же сделаем вот и как видите остаются некоторые моменты которые нужно будет обязательно удалить кстати давай-ка я не в черный сделаю а сделаю допустим в красный так как черный цвет у меня здесь и так есть ой не красный он будет мешать не из вариантов черный черный без вариантов он лучше всего подарен берем 5 ластик и стираем вот эти вот все моменты которые остались как видите сверху я их уже длил осталось только снизу разделить здесь тоже ничегошеньки сложного немножко главное чтоб руки были не задницы и все хорошо чтобы руки не тряслись на это можно делать с помощью инструментов которые уже есть непосредственно самом пентнете кстати пентнет это есть еще дефолтная программа к windows но так как у меня я эту винду устанавливал и здесь не было пентнете я ее просто скачивал с интернетом пока она бесплатная но все-таки на дефолтная как она может быть платный а вот и дополнительно устанавливал ее себе на винду нет тоже перебором излишки то что такое лишний кубик я очень дотошный в этом плане вот эти все кубики не кубики я очень сильно дотошный я реально очень сильно дотошным так что я к этому отношусь не просто как бы абы как вот мне нужно чтобы все было красиво идеальным сегодня кстати блин это просто это просто нечто немножко пообщаемся даже я думаю вам нравится когда что-нибудь рассказываю это для вас будет интересно по крайней мере вот сегодня читаю комментарии под видосом под видосом по майнкрафту прикиньте на майнкрафт и снимал два года назад плюс минус два года назад то есть это мой мои первые выпуски я снимал именно по майнкрафту есть не ошибаюсь 20 или 21 выпуск там прокомментировали там я установил устанавливал лазерный бур из майнфэктори есть финиш мать вот а кстати ну ладно я вспомнил что просто пока я с вами общаюсь я вспомнил как вот обзывается майнфэктор и вот лазерный бур и рассказывал что да как да где короче и в речек спрашивать типа а бурт из какого мода я ему ответил стандартные типы сетку сижу были на реальность какого мода то сейчас мы с вами вспомнил боли нас какого будут реально думаю ну блин напишем короче стандартный свой ответ типа смотри мои видосы и там все есть никогда не забываю либо мне ленина отвечать на сообщение расписывать более подробно я так и пишу видос там все есть ну там реально есть а там даже больше там есть в описании все это дело вот поэтому как бы это что обводка обычная ничего сверх естественно вы сейчас не видите вот и суть в чем это черт побери видос выпущены два года назад два года назад а его до сих пор я посмотрел и кстати да я не прогадал с этим видосом тогда просмотр на моих видео было два три десять максимум 20 вот 20 просмотров как бы все дела все хорошо и тут я просмотру над видос за два года на сейчас имеет 1800 просмотров 1800 с копейками просмотров это да ладно прикиньте просто я не ожидал что будет такой то есть я там во первых дерьмовая дикция ну как это дикция у меня сейчас тоже вообще не идеально есть к чему стремится вот такую такую себе если честно там только качество звука улучшена и немножко сейчас получше точнее сейчас качество звука улучшена и постановка речи немножко получше все а так по сути каким был дебилом таким остался а вот в этом плане то что заикаю запинаюсь смысле сбилась так далее то есть у меня папа факту у меня уже мозг как бы тактика мышления уже на своем уровне и поэтому мало чего сейчас получится изменить в себе но суть в чем меня просто удивило то что конечно же это то что просмотры потом я что-то решил немножечко видосик что-то посмотрел чуть-чуть прям чуть-чуть прям самую малость посмотрел такой боли так захотелось монтаж поиграть теперь ей богу все это автоматизация так не хватает вот этих всех играх раст арк все это автоматизация чтобы все как-то само двигалось все перемещалось все переплавлялась ты принес руду закинул уже переплавляется то есть сама летит автоматически перебрасываются уже пережаренная туда куда тебе нужно эх красота обожаю автоматизацию я в целом люблю автоматизации из-за этого манкрафта полюбил что там можно такое творить не только как улице строить ну и вот эту вся все автоматизировать мне нравится я даже одно время смотрел ютуберов которые именно занимаются автоматизации вот и было здорово кстати до сих пор вроде бы они это фигню все занимаются не знаю не узнал а уж давно них не доглядывал на их канал вот и честно захотелось поиграть манкрафт после этого всего вот это глянув на эту всю автоматизацию даже как-то здорово учился не знаю но опять таки же начинает манкрафт это значит надо в него погружаться нехило так ну как вы видите все просто замечательно у меня получилось отделить одного дракона другого и тут начинается немножечко магии скажем тогда шучу конечно делаем масштаб масштаб я хочу увеличить так чтобы дракончик был в одном углу то есть сверху донизу то есть ничего сложного здесь стандартные игру здесь стандартный день не заморачиваюсь я как бы не стремлюсь там топ превьюхи все дела я к этому не стремлюсь даже близко так теперь 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 делаем так вот там и ага вот он вот мы все на месте немножечко увеличиваем вручную так вот прям в угол как видите занимает на место очень дофига поэтому сейчас будем придумывать как это все дело исправить долганым бандикам кстати варфуйс я тут играл варфуйс я захожу в панзар варфуйс каждый день чтобы не потерять свои очки ну в смысле эти каждодневный заход селила короче и я жмот а вот поэтому как бы я каждый не захожу так теперь мне нужно выделить вот этого дракошу но надо выделить его полностью они частично ладно используем тогда лассо класса у вас так и перемещаем этого часть как видите какие уже говорил ничего сложного в этом нету это полная превьюшка если допустим сравнивать с превьюшки которые у меня были допустим с предыдущего сезона куда я уже убрал так это не здесь ой да ладно я уже его убрал архив можно так сказать отлично так остался вот этим вот там был такой вот как видите менее нагруженный даже надпись eternal по сути нафиг нужно здесь же он очень сильно нагружены очень сильно нагружены поэтому давайте попробуем сделать вот так вот так твою жметь вот так утром ну кстати давай кого-то сделаем сейчас парам как надо им им вот так вот попробуем сделать так но для начала давай отменю от слой убираем с ним и и заготовка допустим 1 вот так сделано о погоди и погоди 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 как видите я не до удалял он это уже называется косяк косяк жесткий прям очень жесткий косяк я накосечил можно так сказать практически поэтому на этом этапе можно все убрать его без проблем сейчас чтобы двигать лево-право я зажимаю shift и колесико кручу чтобы увеличить уменьшить я жму control и колесико кручу так давайте-ка вот это все-таки тоже все убираю видос то наверно уже выходит за рамки приличия ну ладно что смотрите это гадость а вот просто видите я так и так это было делал но тут решил записать видос а вдруг вам будет интересно как я делаю это этим всем говном занимаюсь ой стоять вот так что если вам было интересно то пишите мне был мне было интересно я тогда может еще какие видосы буду записывать о том как так сказать как я подготавливаюсь к записи и так далее не реально может кому-то это поможет в том плане что не знает как легче всего сделать превьюшки потому что допустим у меня на превьюшки когда уже все готово то есть вот этот этап он очень долго идет это я подготавливаю заготовку вы потом увидите про что я имею ввиду вот слишком много вот это этап с заготовки здесь уходит времени очень много на мелочи вот такие вот а удаление и создание и так далее ну пусть сами же прекрасно видите так давай-ка сохранить как сохраняю обязательно png png без вариантов надо вот кстати видите это ловочки так почему обязательно пнг должен быть потому что он сохраняет вот эту вот прозрачность объекта дальше выделяем и делаем так как я хотел изначально так немножечко дракончика за край там снизу чуть-чуть накосяченный вот так вот вот как видите он уже стал место меньше занимать естественно это также сдвигаем в край вот так то нам более по свободно стал на думаю так а лучше будет но посмотрим посмотрим как будет лучше кстати можете написать в комментариях как как лучше первый вариант был или второй и сохраняем заготовка 2 так теперь давайте я вам покажу уже готовы варианты конкретным то есть вот заготовка 1 заготовка 1 видите да то есть он больше свободный веса закрывает но тем самым дракон лучше видно или заготовка 2 по сути те же самые драконы также хорошо видны но больше свободного пространства мы имеем вот сам рисунок а рисунки не порой влияет очень нехило дальше добавляем слое в этом слое что нужно сделать так ну мне во первых нужно будет найти логотип допустим логотип в этом господи в опере с добавили возможность и свою картинку ставить это единственная картинка была у меня в той папке одна которая у меня загрузилась дуба ну ладно пускай будет хотя в итоге зря я добавил там девушку в итоге так не видно и так но я почти угадал логотип так теперь выбираем логотип такой у меня был на рейдах кстати как у ряды его поставлю на сезон другой как один из вариантов какой поставить вот это у меня был в прошлом сезоне я его поставил чистый вот за этих сот посвятил я это того что мне понравился новый этот новый новый интерфейс который нам добавили уже очень давненько ну собственно про еще добавлен новый интерфейс я рассказал уже видосе вы о нем узнаете кстати arcs оказывается с названием arcs только всякого говна всяких компаний и арк это вообще это ковчег что типа того я только ища всякие логотипы стал понимать такого говна очень много так ладно чё там дачка как это фигня пошло перевалт нет прикольный ну и что можно обычный стандартный хотя мне вот это прикольнул но у меня дракон и есть без этого хотел ты вон мы сохраним но что вы был игра так вот этот он очень маленький хотя тоже его сохраним пригодится я вот так когда ищу что-то я много чего сохраняю и конечно потом эти не пользуюсь но честно я много чего сохраняю о прикольно кстати ну-ка давайте-ка гляну заготовочках может у меня там как раз таки уже есть все что мне нужно заготовки заготовки арк арк ла-ла-ла логотип 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 до у меня кстати тут динозавром логотип был прикольно я имею ввиду вот это вот у меня был скачанный ну ладно пускай будет лишь там разрешение не даже разрешение то же самое так музычка я думаю вам уже поднадоело дам давайте-ка я ну хотя эти так много говорю это пожалуй только я ее слышал в таком количестве которым не слышать его так снова в целом логотип это есть и вполне нормальные логотипы так что я буду использовать их стандартные дефолтные и без лишних типа вот такого вот здесь он что-то блесный убираем все это дело добавляем обычный стандартный логотип весь пишет на 256 добавить теперь сдвигаем все это дело как нибудь вот так вот как видите он как вариант будет у меня сливаться с текстуру до клиента вот здесь и оставлять с текстуры поэтому что я добавлял кстати сюда я во-первых добавлял шрифты а вторых я добавлял всякие вот эти вот дополнительные эффекты для него то есть я дополнительно скачивал их использую я использую я кстати именно их твою мать господи это что же за такая фигня вы это видели вот этот чудо и т.д. н. гадская так ладненько посмотрим и не выделяется никак не выделяется а вот так убираем не будем себя косячи рисунки вот как видели он был практически не виден блин сиркнул бы поставил ну давай давай эффект 1 50 нажал и не туда так это я потом удалю делаем маленькое размытие и сделаем пожалуй и чисто белым рамки нет даже нет да нет тоже как я получается да пожалуй такого стандартного обычного размытия будет вполне предостаточно а лучше видно и уже хоть как-то получше стал по крайней мере с фоном сливаться у меня точно не будет так какую-то фигню видел нехорошего так замечательным логотип добавили к примеру кстати давайте что-нибудь добавим к примеру они стоп это немножко это у него размер вот вот это размер еле подходит допустим мы хотим сделать такую картинку и соответственно логотип виден он немножко и не то кстати не то нет другое хотя хотя давайте я его я оставлю вполне нормально так как видите драконы они нас всегда остаются но их плохо видно у них нет выделения поэтому сделала так а теперь как видите дракончиков сразу же стало лучше видно они выделяются и все косяки тоже сразу же стали видны отлично я молодец я все больше и больше косяков оставляю и ну соответственно их вижу тоже а стоп нет это не косяк эффект рисунком дракона не стал стирать а как видите дракон хорошо видно он выделенный все хорошо и 1 и 2 и рисунок хорошо видно теперь осталось понять куда мне вставлять так можно брать куда мне вставлять номер номер я люблю вставлять здесь правом верхнем углу название писать вот здесь то есть название будут у меня примерно идти вот сейчас скажу примерно вот это пространство я буду использовать под название вот это под названием вот это под номер то есть соответственно здесь у меня должен быть полезны и пространство под изображение то есть допустим об соответственно вот голоду то отлично я все вижу все замечательно конечно жасик арк это нафиг не нужно немножко мешается но суть в том что я вижу и картинку и текст будет не мешать и так далее то есть все просто замечательно я идеально подобрал то что мне нужно так это говно мы удаляем от текста не надо а вот название но номер и тут остается задуматься на делать плашку как я делал раньше или же просто название допустим чего это у нас тут а это у меня видосик выходил допустим добавить слой это видосик был по панзору это удаляем типа название какое там название то у меня было комментарии а вот хотя бур из какого мода видос хочу показать вот а видос у меня за за 1 мая пятнадцатого года прикиньте больше двух лет уже видосу два года и месяц а его все еще до сих пор смотрят 1800 я просто офигею для сравнения кстати это вот 20 цивилизации господи я даже мудрил с названием летсплея и ваню смотри загадывайте для сравнения вот он пожалуйста тот же самый сезон следующий выпуск 136 а вот ну просто хорошее название дал видос поэтому все просто замечательно так что там у господи 30 уж длится отлично так вот вот вы ожидали возрождение да то есть я сделал так сверху снизу и вот видите плашечка под цифру есть и так далее так сворачиваем глюкона учетка и тут уже добавляем добавляем новый фон допустим от текст будет в ожидании возрождения нам увеличиваем меняем шрифт ну допустим давайте тот же самым обсидиан добавлю вот шрифты кстати этот обсидиан я сам делал ну в смысле сам добавлял вот в ожидании возрождения дам то есть вот у меня здесь все правильно как офиген вот и уже меняем шрифт то есть как видите все идеально подходит название влазит здесь я могу сделать допустим 182 вот и здесь я уже выставляю все по координатам . привязки вот здесь в левом нижнем углу а написан . привязки тут я уже выбираю шрифт с каким мне это все делать им соответственно уже по ней буду ориентироваться допустим 950 на 10 слишком в углу нам значит делаем 20 опускаем чуть ниже и делаем 920 на 20 вот так вот идеально дальше я потом добавляю название эффект сначала я выделяю все красным ну кстати давайте попробуем я ни разу не смотрел как оно будет выделение черта вот черным выделяем текст по крайней мере я смотрел это было так давно что я уже даже забыл немножечко и обводим все красным но обводим не просто цифрами не просто полосочками я всегда делаю обводку толщину двадцатку и на 120 на 253 такой себе что-то она слишком ярко и кстати обводку я сделала слишком тоненькую в этом плане потому что я делал так вот но все равно получилось не очень и соответственно делаем вот так вот он красный все как я обычно делаю если есть какие-то предложения о том что изменить как изменить советую я не против но опять таки же говорю о том я вас буду банить добрый человек вот а реально нормальное адекватное предложение я допустим цвет вот цвет текста я использовал только этот цвет потому что цвет текста добить и да он белый красный и черный черная обводка то есть любое изображение и оставлю его хорошо видно его хорошо видно вот и в этом плане так намного лучше да наверно я не буду ставить плашку просто оставлю координаты то есть по своим координатам буду вас толстом выставлять все и сейчас я могу уже регулировать как захочу по простому говоря вот так вырубляю врубаем все все ненужные детали нам сохраняем их как заготовка 2 а точнее заготовка так какие там те роли не факел бренку спря какие там все подписывал то я уже забыл и мы ахо а так как делал я делал вот так только не 6 а 7 сезон номер сезона я не буду писать английский язык был вот и сохраняю в пнг опять-таки же повторюсь пнг это формат для того чтобы если я его схожу gpg то все вот эти вот все прозрачности прозрачные места они сразу же станут белыми и все вот и теперь смотрите что получается так это можно закрыть уже что получается допустим я добавляю картинку добавляю картинку ну допустим добавляем картинку потом я добавляю заготовку только что нами с вами приготовленную добавить слой дальше я добавляю новый слой пишут текст ну допустим так так как здесь видите на дракошек чутка залазит таги изменяю шрифт на меньший чаще всего 60 лет чаще всего добавляю новый этот это в том плане что цифры допустим 680 нет еще 823 это перебор введу на координаты с помощью стрелок на клавиатуре 920 на 20 дальше накладываю эффекты начала забраться на дефолт и вывожу полосу на красный чтоб 255 00 было а если в шрифт маленький то оставляю 2 если шрифт большой то я ставлю 3 большой кстати это был предыдущий то есть 10 на 72 это большой но здесь видите маленький кейс уменьшал дальше добавляем эффект положено максимум превьюшка готова если в есть заготовка остается только найти правильный рисунок то есть рисунок понятно дело можно заменить находим правильный рисунок вставляем текст ставим цифру и все больше нам ничего не нужно что вас по времени его птима птит 36 минуса кого гана вот ничего сложного в этом нету самое главное знать что делать то есть я потратил сейчас полчаса его и вашего времени на том чтобы сделать заготовку зато потом это мне будет экономить порядка несколько часов за весь сезон съемок начали за все съемки сезона и честно это очень полезно следующие сезоны а то есть соответственно я уже буду делать другие заготовки и я буду пользоваться таким же способом у меня к примеру вот он дракошка там есть другие заготовки меру вот пламя есть с ним можно что-то придумать лес есть почему бы и нет но проблемка с ним то что он маленькие растянутые здесь просто всякие эти но их тоже можно как-то использовать типа одну-две по углам раскидать ой вот как видите богини тоже тоже вообще можно ли с легкостью пользуют вот так то убираем вот это вот и все здесь что снизу тоже убираем здесь немножко затираем разъединяем их в разные стороны раскидываем все прекрасная заготовочки для какую-нибудь язык здесь тоже можно разделить немножечко траву и раскидать это обычная рамка ничего более здесь туман ну я вряд ли его как-то буду использовать здесь горы тоже тяжело их разделить а вот и и все вот как видите очень очень легко если знать что делать и в целом все просто замечательно получается следующий выпуск тогда путем располием чушь чушь что-то о чем уж завтра выйдет выпуск на целых 50 минут прикиньте 50 минут такого говна от меня это будет просто замечательно погнали сезон сезон начнется с понедельника как видите 1 июня я его выложил 5 июня семнадцатого года в 16 00 по москве выходят видео с новым сезоном и с новой превьюшкой поэтому не пропускайте каждой серии оценивайте их желательно лайками делитесь конечно же моими видео своими друзьями авось им понравится мои видосы ну и что на этом все не забывать подписываться на канал ставить лайки комментируете да конечно же делиться моими друзьями всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока если будете делать видео то делайте их хорошими они такими как я пока